здравствуйте с вами снова александр я хочу рассказать вам сегодня о новинке действительно новинки для компании бритокс у бритокса я вообще не припомню такого рода колясок это колеска прям вот с самого начала задумывалась как коляска не на круглый год особо но для путешествий в первую очередь для торговых центров магазинов путешествий короче говоря коляска с собой чтобы она вас не обременялась своими размерами эта коляска для этого в двух словах технические характеристики вам расскажу сама она могла бы быть и полегче на самом деле она весит 7 4 килограмма принципе вес в принципе вес адекватный но мне кажется для такой вообще системы она тяжеловато просто мое мнение с трех месяцев и вес ребенка максимально что она выдерживает 15 килограмм вот вкратце к технические характеристики так давайте мы с вами начнем изучение вообще она называется притокс би лайт а 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 название по моему не сильно соответствует light к 7 и 4 килограмма но в принципе нормально жить можно зато коляска произвела хорошее впечатление качественной вещи ну это говорится бритокс всегда делает хорошо тут все нормально давайте изучим ее сверху вниз начнем с ручки ручка здесь такая кого прямоугольная квадратная в общем охват достаточно удобный классический уже большинстве колясок используемый материал это вот такой прорезиненная губка или что это ручка по высоте я вот попытался не нашел не регулируется насколько я понял на что касается козырька козырек достаточно большой вы видите прекрасно из минусов а подчеркнув козырьке нету смотрового окошечка за ребенком некоторым это принципиальный момент поэтому имейте ввиду при выборе что понравилось механизм достаточно тихий при складывании ребенок не испугается от щелчков громких так что касается материалов материалы вот действительно приятный как вот soft touch такой знаете вот чуть-чуть слегка бархатистый материал приятный на ощупь такой же материал в принципе используется и на ручки и на сиденье поэтому вот с тканями вообще без вопросов все на высшем уровне что касается сиденье давайте сразу сиденье с вами изучим сиденье мне понравилось тем что оно большое полноразмерное сиденье не сделано не в ущерб размеру имеется ввиду комфортного размера коляски для ребенка место достаточно спинка высокая широкая сиденье глубокой но реально действительно сиденье ну очень достаточно глубокое сиденье вот вы видите плюс хорошая жесткая металлическая зафиксировал подножечко единственное вот посередине здесь просто натянутый материал но ножки держит нормально регулируется тоже соответственно все просто кнопками по бокам плюс есть подножка чтобы ребенок когда уже вырастет мог сюда ножками упираться или залазить что касается безопасности мягкий гибкий бампер пятиточечные ремни с мягкими накладками на плечевой зоне но нет на паховой вот так вот что мне не понравилось бампере бампер чтобы вот посадить ребенка он не просто откидывается как калиточкой он из-за того что гибкий откидывается обратно его придется знаете как то вот так вот но это уже перегиб лишнее считаю в принципе ничего с ним не будет но удобно когда он просто сам предусматривает эту возможность как калиточку откидываться в принципе это я так придираюсь может быть вот что касается бампера давайте теперь посмотрим на само сиденье как она регулируется по высоте вот сзади возможность есть такая потянуть ремешки специальный механизм и получаем видите достаточно ровную поверхность градусов 175 я думаю тут железное есть коляска подразумевает теплые края лето и здесь есть специальные сеточки по бокам чтобы была вентиляция плюс есть возможность вот здесь вот эту часть среднюю отстегнуть и будет еще дополнительная вентиляция если можно сверху зафиксировать так это что касается сиденья в принципе все рассказал давайте теперь посмотрим на амортизацию что из себя представляет система амортизации спереди есть на всех колесах давайте посмотрим сзади сейчас секунду давить неудобно так тянем назад и все так что касается сзади слушайте сзади что-то не нащупывая амортизацию или плохо давлю но ребенок явно тяжелее чем я сейчас надавил не будет давить вот ну все равно энергию удара лучше гасят передние колеса что ребенок их больше спереди чувствует сами колеса естественно не надувные а полиуретановые с возможностью блокировки очень удобно так багажник естественно тут тоже есть в принципе нормальный нездоровый но для такой конструкции адекватный нормальный багажник тут что о нем говорить все нормально так что касается тормоза кнопка давим затормозили и жаль что я не могу второй раз надавить и она отскакивает надо вот еще что так ковырнуть причем сильно ковырнуть тормоз не очень но есть так теперь сильную сторону коляска для путешествий если не ошибаюсь производитель заявляет что а ее можно брать с собой самолет ручную кладь давайте теперь посмотрим как это все выглядит кнопочка вот здесь сверху нажимается опускаем и здесь вот под ребеночком есть ремешок за который нужно дернуть сушить и но если убрать бампер получаем вот такую вот конструкцию ну не знаю тут еще мне кажется надо уточнить потому что мне кажется слишком она длинная для ручной клади в российских авиалиниях то уж наверное точно но я могу опять же ошибаться друзья поэтому тут мои предположения вот в принципе в любом случае даже вот так сдайте ее в на трапе перед самолетом ничего страшного так открываем ее обратно так все ставим обратно бампер так тут индикация правый левый еще должна быть на бампере вот правда в общем убирайте бампер все таки покомпактнее но и с ним тоже ничем кстати вот он вот так вот регулируется так в принципе про коляску все что хотел рассказать вам рассказал точные характеристики сантиметров в граммах там в килограммах все в описании я добавлю пройдите посмотрите мое мнение сам откатал дочку в бритокси люблю этот бренд скрывать не буду но все равно сейчас у меня абсолютно объективно мое личное мнение никак я не приукрашаю мое мнение в плане мне за это вот за ее рекламу никто не платит поэтому говорю вам как есть в принципе из минусов тяжеловато 7,4 килограмма для коляски чисто для путешествий по большому счету многовато а во всем остальном все хорошо все нормально мне особо претензий нет рама крепкая все надежненько козырек тоже здесь абсолютно нормального размера добавить бы еще регулировку ручки по высоте ну в принципе ну ладно кстати у меня 186 трос смотрите как мне будет ручка как она вам будет приблизительно вот тоже понимаете и я не нащупал сзади амортизацию тут тут смотрите как есть в принципе все если видео вам было полезно и интересно ставьте лайки подписывайтесь обязательно на канал это мне очень помогает делать для вас новые обзоры и большое спасибо первой коляске за предоставленную коляску на обзор а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора детской коляски для вашего ребенка и удачи спасибо